Добрый день! В этом коротком видео на примере экструдированного пенополистирола я хочу показать вам, как выросли цены и объяснить причину роста этих цен. Сейчас, на 4 августа, у нас экструдированный пенополистирол стоит 264 рубля. Я его покупал за 199 рублей 15 марта, когда утеплял свою дачу. И здесь вы можете найти подтверждение роста цен. Здесь есть, например, ценник от 2018 года. Он стоит 147 рублей за штуку. Давайте посчитаем вместе с вами простейшее упражнение. Можете сами, как бы на калькуляторе. Рост цен 264, а было 199. Соответственно, рост цен составил только с марта этого года, составил 30, ну на треть подорожал этот пенополистирол. А если мы возьмем цены, которые были до вот этого очередного кризиса, то подорожал на 80%. Вот такие результаты. Теперь какая у нас причина этого роста цен до кризиса на 80%. Она связана с тем, что упало производство нефти, а вот эти вот все полимеры это побочный продукт производства нефти. Поэтому подорожали на них, поднялись на них цены. В том числе поднялись цены еще, как это вы тоже заметите, когда будете делать очередное ТО, на моторное масло. Потому что оно производится из масел, как процент от тонны нефти. В нефти содержится определенный процент масел и других ингредиентов для производства, например, таких вот плит. Поэтому если сокращается производство нефти, то сокращается сырьевая база для вот этих всех полимеров, моторных масел и так далее. И все это, соответственно, вызывает рост цен. Пишите в комментариях, с чем еще столкнулись. Не совсем понятно, почему дорожают цены на пивы материалы. Ну а отдельный ролик, наверное, будем снимать про металл. Хотя уже они сняты на эту тему. Спасибо большое за внимание.